Добрый вечер всем, если вы слушаете это сегодня, и доброе утро, если вы слушаете завтра. А если вы слушаете вчера, то вы на радио Бухта Свободных Волн. Пиратское радио. Спасибо всем, кто слушает. Даже тем, кто говорит, что не слушает, но всё равно слушает. Ребята, сейчас мы тестируем новый сервер для нашего радио. Ссылочка в описании под этим видео. Пожалуйста, заходите, слушайте, там будет не только музыка. Мы много загрузили туда подкастов, старых подкастов нашего пиратского радио. Можно послушать, ну, может быть, даже что-то новое услышите на сайте этого сейчас. Нет, тем более, что сайт на VIX.com лёг и лежит. Причём не только у нас, лежит у всех. Ну, VIX.com просто умер, получается, и никаких признаков жизни пока не подаёт. Ну, а чтобы вам совсем не было скучно, вот тут такие вот летние съёмочки. Это было ещё летом, но выкладываю только сейчас. Вот начинаем эксперименты по дальности, да и приёмничек заодно проверить. Россию, как она принимает. Чувствительность у неё вроде неплохая. Примерно 3 километра от радиопередатчика. Вот качество, вы слышите. Средние волны, 1602 килогерца. Мне нравится. Надо дальше проехаться. Продолжаем эксперименты. Вот такие живописные места у нас. Ну, к сожалению, когда едешь на велосипеде, то на электровелосипеде, когда едешь, то шум от Матмора не даёт нормально слушать радио. Вот только на остановочках. Ну, зато можно проехать дальше гораздо и гораздо быстрее. Вот такой деревянный мост. Дорога не очень хорошая для велоспорта, но всё-таки проехать можно. Отъехал на 6 километров. Солнце уже садится. Красиво. Деревня. Поле. Колхоз или совхоз. И вот играет радио. Прямое расстояние примерно 6 километров. Россия, 303. Неплохо справляется с приёмом. Ну, антенну вытянул, чтобы просто повыше было. Это на магнитную антенну. Вчера ловил вот на этот радиоприёмник, на ВФ-1575. И он отлично взял. Я услышал. А на радио России не услышал. Поэтому я сегодня взял послушать этот радиоприёмник. 1602 свою частоту отлично берёт. Лучше работает, чем радио России. Расстояние где-то около 6 километров. Чистенько берёт, прямо не нарадуюсь. Хотя надо проверить на десяточки хотя бы. Продолжаю свои велопрогулки. Сейчас я на старой смоленской дороге. Да, по той, по той, по которой Наполеон, говорят, ещё ходил, наступал или отступал. Правда, до Березины километров 40, а до моего передатчика километров 7, наверное, по прямой. И вот он мой транспорт. Вот он мой приёмник стоит. Вот такой звук. Вот такие живописные места здесь у нас. Очень приятно совершать прогулки. Вот эта замечательная речка называется Бобр. И вдоль речки, как я и делал эксперименты, сигнал проходит получше, чем через лес. Как-то он получше распространяется. Это уже не я заметил. Это уже общепринятый факт. Это остатки моста. Когда-то можно было на ту сторону перебираться спокойно. Там была воинская часть. Вот летит белорусский замечательный бусел. Это наша речка Бобр, как я уже говорил. А это вот дорога ещё раз. Старая, Смоленская. Видите, местами она достаточно широкая даже. И даже по ней можно ещё и на автомобиле передвигаться потихонечку. Ну, а уж на велосипеде сам Бок вилял. А я поднастроил антенну и сигнал сейчас присутствует на СДРе даже в Минске. Это где-то около 140 километров. Не очень громко, но достаточно разборчиво, чтобы я понял. А здесь на 7 километров. Ну, вот так можно слышать на Россию. На более серьёзный приёмник будет вообще уверенный приём. Хотя и это хорошо. То есть в этом регионе я король на средних волнах. Спасибо за внимание. Вот такая велопрогулочка получилась. Вот около 5 километров. Хочу сравнить, как работают два радиоприёмника. Россия-303 и вот этот МР-322. МР-322, который разваливается хуже, чем автомобиль с Жигули. Антенна отвалилась. Зарядная уже не работает. Тоже отвалилась. Сегодня ремонтировал ещё включение-выключение. Короче, работает он. Вот так работает. Шумком таким идёт. Это 5 километров. Передатчика. Давайте включим. Вот Россия явно получше работает. Слушать можно. Это 5 километров, я ещё раз говорю, от передатчика. Продолжаю свои эксперименты, велопоездки. От телефона наводочка идёт просто сильная. Продолжение следует... ado.